Внешний фактор 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 И она такая же, как и была раньше. Никто не собирается ни языки там давать изучать, ни культура этого народа, никого там не интересует, как это лыше, и пасторанов, и так далее. Ну, вот такая ситуация. Ну, там по-другому быть не может. Ну, это мини-империя, которая была создана еще в Советском Союзе. И никуда от этого не денешься. И вот так было сделано. Это русских учили уважению к другим нациям, народам, заботе о малых народах и так далее. Приучили нормально. Ну, это исходило из самой религии нашей. Большевики это все хорошо использовали. А вот что касается остальных республик, то мы создали из них мини-империи. И вот вам ключевой народ, а остальные все это так себе. Они подчиненные. Возьмите ту же Украину, там так же было все. Грузия, Абхазия, Осетия, почему они так разорвали отношения? Почему они пошли выходить из состава этой республики? Потому что никакого не было ни уважения к этим народам, ни соблюдения их прав. Вот они и получили вот этот ответ. Это была политика мини-империи. Молдавия, пожалуйста, тоже самое. Румынови захотели быть и так далее. Но это далеко не все там ходят. Как правило, у остальных республик была только автономия. У Каракалпаков в Узбекистане. А так, в принципе, вот с этими автономными образованиями они нигде практически, кроме России, не создавались. Ну вот, вся была исключением. Но и в какой-то степени Украина. В какой-то степени. Потому что там Крым, как, в общем-то, республика автономная, он же был давно реликвидирован. С 1946 года он стал областью крымской. И только потом уже Крым, и то под достоянием самих крымчан, Крым при получении независимости Украины вернул себе статус республики автономной. Откуда все органы власти и так далее, которые проводили, кстати сказать, референдум. Вот, собственно говоря, так это было. А вообще-то мы воспитали мини-империи с развитыми националистическими элитами, которые порою перебаршивают по части национализма. Чем отличается национализм нормальный от нацизма? Национализм – это человек любит Родину. А вот когда он уже презирает другие народы, считает их никчемными и не подлежащими, ну, даже какого-то интереса со стороны господствующей нации, ну, это уже нацизм. Вот это мы и получили, в конце концов. А вы посмотрите на поведение грузин по отношению к Абхазам, Южно-Осетинам. Абсолютная высокомерия. Я помню, это еще в советский период, как они, что они говорили об Абхазах и как. Ну, это была вот такая мини-империя. Виктор Анатольевич, вы думаете, это вопрос, с которым столкнется рано или поздно Азербайджан? Азербайджан бы уже с ним давно столкнулся и уже сталкивался. Но в Азербайджане абсолютное отсутствие демократии, хоть какой-то, оно позволяет держать в кулаке все население. Талышей, лесгинов и так далее. И, кстати, сказать, не очень эффективно использовали эти народы во время 44-дневной войны. Из кого формировалась тот же спецназ азербайджанский, Яшмах? Кто ее возглавлял? Брали Шушу. Лесгин во главе, полковник. Это совсем другой тип воинов. Не такой, как из тюркоязычных азербайджанцев. Так что они использовали достаточно умело это все и сумели навязать и свое видение и национализм определенный, хотя он тюркский, по сути, по своей. А тюркский это значит под власть турецкого брата. Однозначно. Постепенно, но однозначно. Кстати, вы упомянули Грузию. Сегодня напряженная ситуация возле парламента Грузии. В комитетах обсуждается известный законопроект о иноагентах, Виктор Анатольевич. Что ожидать от этой напряженности? Чем это может закончиться? Ну, раздувать гражданскую войну там, конечно, будут, желающие найдутся. Но суть в том, что все, кто пользуется западными грантами иноагенты, а это, извините, в Армении тоже было 130, по крайней мере, неправительских организаций, кто явился основным мотором изменений, так называемой армянской революции. Да, и в том же движении новая Армения, новый католикоз, опять же. Ну, правда, корни там уходили далеко. Если судить по сайтам, ребята выходили на эти сайты, церковь Христа, мормоны. Они, знаете ли, за океаном. Так что тоже все своеобразно. И тут мы получаем такой же вариант. То есть, это, значит, это говорит о чем? Насколько широко поддержкой и Сороса, и прочего в Грузии пользовались эти иноагенты. Видите, тысячу людей сумели собрать. Кто-то, честно, не понимая... Вы всех поголовно считаете иноагентами, да? Кто? А там, в общем-то, там своеобразно. Часть из них иноагенты, реальные. Но они сумели же убедить народ, что вот надо защищать, это же демократия. У кого хочу деньги, то того и беру. Демократия, все нормально. Но все же вокруг этого, вокруг финансирования всего этого хозяйства, этот законопроект, он сделан по типу американского, даже не нашего. И по законопроекту они должны будут регистрироваться, как иноагенты. А это, соответственно, как-то вот им не нравится. Так что достаточно своеобразная ситуация.